Сначала я напилила из двух ушек такие заготовки. Два круга и получились такие небольшие квадратные прямоугольные формы. Круги я уже делала, но попробую прямоугольные. Смотрите, я беру клей ПВА и шпаклевку по дереву. Их нужно будет смешать 50 на 50. И тщательно-тщательно перемешиваем в отдельной емкости, чтобы получилась такая сметанообразная консистенция. И затем я начинаю выбирать травы. Я решила выбрать хмель. Он очень такой фактурный, объемный. Интересно, как он получится. И уже к хмелю я подбираю разные тонкие уже веточки. Потому что центром композиции будет хмель, а все остальное просто будет красиво заполнять пространство оставшееся. Ну и это такой тоже сложный сам процесс, потому что нужно грамотно подобрать все травинки, чтобы они друг другу не мешали, чтобы они поддерживали друг друга. Ну и этот процесс может занять очень долго времени, очень много времени. После того, как я определилась с травками, я приступаю к нанесению нашей смеси на вот этот круг мой с ДВП. И здесь нужно все равномерно, таким жирным слоем все, чтобы наши травы немножко утопали в этой смеси. Итак, начинаю из центра композиции, прикладываю хмель к слою шпаклевки и затем кисточкой сверху начинаю обмазывать все его поверхности. И так же поступаю с другими травами. Веточка за веточкой покрываю, шпаклевкой прижимаю, чтобы травы лучше закрепились. И то же самое я делаю с квадратными и прямоугольными формами. Сначала подбираю травы, цветочки и затем наношу шпаклевку также равномерным слоем, чтобы травы немножко утопали в этой смеси. здесь я решила выбрать, что такие потоньше травы, которые будут как бы на заднем фоне и затем уже прикрепляют с точки покрупнее, чтобы получился такой эффект объемности, плановости. и также мы травку за травкой промазываем тщательно кисточкой сухие травы. я заполняю места снизу, маленькими тонкими травинками, чтобы было интересно. ну что ж ребятки, это видео мне приходится снимать в течение нескольких дней, потому что метод декора, который я вам показываю, он требует того, чтобы все хорошо просыхало, конкретно шпаклевка. вот смотрите, она высохла и все растения приклеились. их можно даже трясти, они не отвалятся, они не боятся, что не отвалятся, они почти закаменели. даже можно друг на друга складывать, не боятся, что там что-то помнется. вот такие вот штуки у меня получились. я их потом покажу более близко. сейчас просто, чтобы вы понимали, что вот оно все затвердело, почти как гипсовые стали. и сейчас следующий этап. я буду акриловой краской покрывать все это очень тщательно. здесь нужно стараться, чтобы вот этих белых просветов не оставалось. там все плотно-плотно-плотно закрашивать. и в этом месте у меня проблемка, потому что, например, например, вот эти две, вот эту и вот эту, я буду делать коричневый с медью. сначала коричневым акрилом, а потом буду затирать медным цветом. а как делать маленькие вот эти, я пока не знаю. надеюсь, что в процессе, пока я буду красить одни, мне придет идея, как сделать вот эти. такое тоже бывает. ну, а выглядеть это все будет примерно вот так. вот здесь вы сейчас можете видеть картинку тех работ, которые я уже сделала. ну что, давайте приступим. я намешала такой шоколадный, темный шоколадный цвет для своих круглых картин. и теперь синтетической кисточкой я аккуратно промазываю каждый миллиметр. чтобы все-все-все было промажено. ну что ж, одна работа готова. все прокрыла внимательно, просмотрела. на самом деле сейчас еще краска какой-где поблескивает. и нужно подождать, чтобы она высохла, и потом еще раз посмотреть, и наверняка окажутся места, которые еще не покрыты краской, и придется потом еще докрашивать. ну а пока эта работа будет сохнуть, я переключаюсь на другую. ну что ж, маленький я решила сделать вот такого глубокого синего цвета. работы преобразились. все, можно оставлять подсыхать. а потом проверять, есть ли белесые места. когда коричневая краска высохла, и были все пробелы замазаны, я приступаю к волшебству, как я это называю. я беру кисточку, щетинку, и такой полусухой кистью я начинаю покрывать сверху рельеф трав. и посмотреть, как сразу преображается картина. рисунок постепенно проявляется. форма вырисовывается. не знаю, как вам, а мне это напоминает настоящее какое-то волшебство и чудо. когда на двоих глазах рождается картина. рождается изображение. посмотрите, как получилось здорово. все свободные пространства я замазала полусухой кистью. и такой неровный слой получился из-за этого. вот такая вот объемная красивая картина получается. для синих картинок я выбрала светлое серебро. и также полусухой кистью, щетинкой я начинаю проявлять рельеф травинок. и снова небольшое волшебство. посмотрите, как красиво приливается серебро. мне очень нравится. ну что ж, такой получился результат. светлое серебро хорошо подошло к синему цвету акрилу. и шоколадная картина также хорошо сочетается с медью. потрясающе. ну что ж, у меня готовы подарки для друзей. теперь я смогу их порадовать. и шоколадная картина. и шоколадная картина.